здравствуйте дорогие друзья доброе утро знаете как говорят в анекдотах если ты проснулся наше время точно актуально жив-здоров то уже доброе утро итак мы с вами доплыли до субботы десяти заповедей даже написано кто-то вообще не ходит в синагогу не дай бог в течение года должен сегодня сходить услышать это и дети и женщины должны потому что это важно мы не понимаем почему это важно тора говорит что важно человеку это услышит и вообще главный адресат у торы это мы с вами обратите внимание вот я думаю что очень важно понять что если бы это касалось только каких-то древних времен там александров македонских там или кого-то это интересно но не актуально история противостояния маше и фараона это касается абсолютно каждого человека египет это всякие цурусы всякие сложности всякие узости всякие проблемы это сила инерции который в каждом из нас противостоит нашему развитию и все мы знаем что очень тяжело поменять что-то привычной жизни особенно когда человек уже знаете вот привычный ассимулированный тут тему рассказывали бога нет там же это он сам вроде как умный а тут надо поменять стать на путь духовного развития тяжело наш внутренний фараон он великолепно работает но тем не менее мы должны двигаться двигаться к раскрытию своих внутренних духовных способностей к развитию характера мы дошли до важнейшей субботы субботы заповедей вообще субботы это важнейшая концепция торы важнейшая концепция вообще иудаизма и выживания человечества это единственно религиозное повеление из 10 заповедей все остальные как бы если можно сказать хозяйственно такие промышленные мы располагаем свидетельствами независимых источников греческих писателей на всяких вот очень много всяких изысканий было того времени они все смеялись над шаббатом над таким элементом индуизма как отдых говорили что это лентяи придумали по видему то что и такой день самоценный они вообще не могут понять но вот очень странно спустя долгое время не долгое время разрушилась империя александра македонского великая потом разрушился перед этим еще город афины величайший город мыслитель и писатель цивилизации как и отдельные люди могут страдать выгоранием это происходит когда ваш график не предусматривает выходных когда вы вообще не можете расслабиться и по всегда написано мудрецов что не так шаббат хранил еврей хранит шаббат как шаббат хранил евреи будешь отдыхать каждый седьмой день не выгорешь вообще выпадание мана в пятницу на два дня показывала что необходимое питание бог обеспечит все равно человеку написано у каждого заработка который существует на земле который получил человек есть источник мани так ремонт субботу не выпадал труба работа в субботу соответственно приведет только к отрицательным результатом знаете я читал рассказ очень интересный одного из диссидентов который сегодня очень приблизился к торе он говорит что когда было различие обличение там агрессоров сионистов в советском союзе газеты старались писать так среднем дали команду и вот хрущев на одной из своих речей сказал есть плохие евреи он имел ввиду сионистов там когда была война а есть хорошие вот на заводе говорит хрущев я работал был еврей который выходил субботу на работу и не работал не хотел работать это хороший евреи вот такой неожиданный для советского вождя подход он был верный да хрущев был прав и пишет автор этой статьи он говорит я тоже трудился в советском союзе на одном из предприятий отдавал половину заработка за то что приходя в субботу не работать я был счастлив рядом был со мной такой же рабочий у него было четверо детей у меня у меня было четверо у него трое он работал еще сверхурочно я покупал кошерное мясо по 5 а он по 3 не кошерное и вот мы встретились с ним дальше в израиле он ответил что я спросил его что-то он говорит долг у тебя нет занят я говорю а где же он что не сгнило что пропало что на врачей ушло и также было очень многих людей это рассказывает потом переехал в америку и в америке подошел к его отцу сосед гольд и говорит слушай субботы и праздники это примерно шестая часть года значит в год я зарабатываю на две месячные зарплаты больше чем ты за шесть лет на целый год больше за 30 лет что мы работаем вместе я получил на 5 годовых заработка больше потому что я работаю в шаббат и что денег нет пытаемся одинаково единственная разница ты поешь песню в субботу а я вкалываю говорят что у тех кто нарушает в субботу деньги уходит на врача и адвоката есть браха на деньгах заработанных без нарушения субботы на остальных метод именно так понимаются слова и благословил господь день 7 осветил его осветил еще его кроме всего прочего написано что в семье где соблюдают субботу даже дети знают что есть вещи которые не меняются на деньги есть нечто святое это очень важно для семьи вообще надо понять одну единственную вещь написано у пророков и увидел весь израиль рассеившийся по горам как овцы без пастыря это не означает что пастыря покинул стадо написано как овцы без пастыря пастырь здесь но иногда он исчезает из пределов видимости и конечно для овец он отсутствует ибо они его не видят но на самом деле он не просто здесь он здесь с нами надо только ну немножечко потянуться к нему шаббат шалом